Добрый день! Сегодня мы рассмотрим миграцию дашборда системы Qlik Sense PIXBI. Основная задача – это показать технические детали миграции с Qlik Sense PIXBI. Для примера, будем производить миграцию дашборда в сфере энергетики. Любое построение дашборда начинается с анализа исходных данных. В обеих системах существует раздел «Модель данных», позволяющий в наглядном виде изучить взаимосвязь данных. Давайте рассмотрим модель данных в исходной системе Qlik Sense. Как мы видим, схема состоит из семи основных таблиц и двух справочных. Для того, чтобы могли реализовать аналогичные схемы в целевой системе PIXBI, необходимо экспортировать данные. Это возможно сделать несколькими способами. Первый – это экспорт исходных данных в файле с расширением QVD-CSV. Второй способ – это подключение к источнику данных, из которой эти данные берутся. В нашем случае рассмотрим первый вариант. Я заранее подготовил экспортированные данные в формате QVD всех таблиц. Давайте импортируем их в целевую систему PIXBI. Для этого перейдем в раздел «Данные». Далее, добавить набор данных. Выберем источник файлов «Click Files». Согрузим один из файлов QVD. Зададим его наименование. Описание оставим пустым. После создания набора данных мы наблюдаем окно с предварительным просмотром и редактированием данных. Система автоматически предложила тип данных для каждого атрибута. Однако, если пользователь хочет изменить тип данных, то путем нажатия на иконку типа данных атрибута. Можно выбрать любой другой тип данных. Также в системе присутствуют инструменты предобработки данных. Путем нажатия правой кнопкой мыши на название атрибута появляется всплывающий список доступных операций. Стоит отметить одну особенность системы при экспорте из файлов формата CSV. При экспорте значений с плавающей точкой в кликсенс данные записываются через запятую, а в системе PIXBI через точку. Этот момент необходимо учитывать при импорте данных в систему PIXBI. Также это можно обработать с помощью функции замены значений. Я произвел импорт данных из файлов QVD в PIXBI. У меня получилась следующая схема. Как мы видим, связи между таблицами не настроены. Обработимся к модели данных в кликсенс. Здесь мы можем наблюдать интересную связь между таблицами сопоставления ДЗ платежи и месяц старения. Здесь реализована связь многие ко многим. На данный момент такая связь отсутствует в системе PIXBI. Реализовать данную связь можно несколькими способами. Первый – это объединение данных в одну большую таблицу в системе PIXBI, например, в BD, на SQL или с помощью библиотеки языка программирования Python Pandas. Второй способ – это объединение данных в одну большую таблицу в системе PIXBI, путем многочисленных преобразований, созданием временных наборов данных через Join и Union. Я заранее предобработал данные и импортировал объединенную таблицу в PIXBI. Все подготовительные действия сделаны. Давайте настроим взаимосвязи между таблицами. Для этого путем зажатия левой кнопки мыши соединим таблицы по полям соединения. В открывшемся окне выберем тип связи. Как можно увидеть, при выборе неверного типа связи система выдает ошибку. Вот я соединил все таблицы. Однако можно заметить, что у нас остались две справочные таблицы. В Qlik Sense эти таблицы были необходимы для выбора формата отображения данных. Путем специальной настройки зависимости фильтров. Если посмотреть на модель данных, эти таблицы не имеют взаимосвязи с другими таблицами. К сожалению, в PIXBI на данный момент отсутствует специальная настройка зависимости фильтра, поэтому эту функцию дашборда реализовать не удалось. Однако сама система имеет автоматическую настройку формата выводимых данных, который динамически изменяет формат выводимого значения. Это в некоторой степени решает вышеприведенную проблему. Все необходимое для создания дашборда готово. Перейдем в режим редактирования дашборда. В рабочей области разместим три фильтра. Который будет отвечать за месяц отделения номер лицевого счета. Также разместим две столбчатые диаграммы. Вертикальная и горизонтальная направленность. Они будут отображать задолженность и оплату в разрезе сроков изникновения и в разрезе лицевых счетов. Также в нижней части экрана разместим сводную таблицу. С функционалом конструктора. Далее необходимо в каждом блоке выбрать категории и меры. Для фильтра месяц. Выберем месяц. Для фильтра отделения. Для фильтра номер лицового счета. Диаграмма задолженности и оплаты в разрезе сроков изникновения состоит из категории интервалов, а также суммы за месяц, мер суммы за месяц и сопоставленная сумма платежей. Столбчатая диаграмма вертикального направления также состоит из сопоставленной суммы за месяц и обычной суммы за месяц. Однако этот анализ происходит в разделе в разрезе договоров. Сводная таблица будет состоять из колонки интервала, из строк участка. Отделение. Номер лицевого счета. Фамилия. Квартиры. Типы дома. А также статусы договора. В мерах мы будем наблюдать сумму за месяц, а также сопоставленную сумму за месяц. Включим функционал конструктора. Далее займемся дизайном. После некоторых преобразований мы получили требуемый дашборд. Как мы видим, в системе PIXBI удалось повторить исходный дизайн дашборда. Однако при выполнении миграции необходимо учитывать следующие моменты. Это отсутствие связи многих ко многим, что влечет за собой более сложную логику при подготовке данных. Тонкости в типах данных при импоте из Clicksense. Необходима предобработка и очистка данных. Отсутствие некоторых типов визуализации, что решается написанием кастомных виджетов на JavaScript. Менее широкий функционал по настройке дизайна визуализации, что также при необходимости решается написанием кастомных виджетов на JavaScript. В остальном система PIXBI отлично подходит для миграции дашбордов с Clicksense. Продолжение следует...